На канале ТВЦАНТОР. Я вам! В 1983 году чиновники от кино ударно отметили десятилетие со дня выхода на экраны фильма «Всадник без головы». Они запретили показ контейнера. Это была целая детективно-авантюрная история. Этот запрет оказался последней каплей в огромные чаши проблем, с которыми пришлось столкнуться с создателем ленты. Наш проект «Всадник без головы» решительно накрылся. Сначала один из лучших актеров страны отшутился от главной роли. Это его манера. Он с огромным чувством юмора. Потом долго искали лошадей нужного окраса, но так и не нашли. Лошадь не продается. Крымский ландшафт никак не удавалось сделать похожим на выжженную прерию. А вот сюда вот хорошо было. Куст фиолетовый. А где же его взять, думаю. Олег Видов едва не пал жертвой кактуса. Каким только чудом режиссер фильма Владимир Вайншток не потерял на этих съемках голову. Все свидетели допрошены. Нет! Не все! Лето 1972 года. Крым. Съемочная группа фильма «Всадник без головы» в шоке. Из-за недосмотра пиротехников едва не погибла известная кубинская актриса Эслинда Нуньес. Меня зовут Мигель Диаз. Мигель Диаз! Неправда! Неправда! Его зовут... Исидором! Его имя Эль... Энрике Сентистебен, который играл Эль Койота, должен был эффектно застрелить героиню Нуньес. И Эль Койот выхватывает кольт и стреляет в нее. Стреляет холостыми. Но кольты были старинные, настоящие, музейные, набивные. То есть там в барабан насыпался порох, пыш ставился, капсуль. Пыш вылетел. И попал в нее, где-то в районе живота, наверное, в груди что-то. Она схватилась, умирает. К счастью, Эс Линда выжила. А потом, значит, так, когда съемка закончилась, она руки вот так поднимает и показывает этот пыш. Все, слава богу, обошлось. Эта чуть не обернувшаяся кровью история началась еще в конце 60-х, когда через 40 с лишним лет после выхода на экраны знаменитых приключенческих фильмов «Дети капитана Гранта» и «Остров сокровищ», режиссер Владимир Вайншток решил вернуться в кинематограф и снять еще одну картину. У него был интерес к такому кино. Ему нужно было каким-то образом превозойти свои же достижения в этом жанре. Для экранизации был выбран роман Майнрида «Всадник без головы». Прерия – это большая книга, парень. Надо только уметь читать по ней. Но, но... Вайншток посчитал, что эта популярная в Советском Союзе книга – подходящая основа для кинофильма. Ведь увидеть «Дикий Запад» мечтали не только подростки, которые зачитывались Майнридом. Чужой мир, которого мы не знали. И который можно узнать только через кино. Никто не мог поехать туда, в Техас. Соавтор Вайншток позвал известного сценариста Павла Фина. И вместе с ним отправился в Югославию, где планировал заключить договор о совместном производстве ленты. Югославские приключенческие фильмы с Гойко Митичем пользовались в СССР невероятным спросом. Но главное, под Белградом уже был выстроен «Вестерн Таун». Такой условный миров «Дикого Запада» у них уже был, поэтому работа была бы облегчена. Но по планам Вайнштока и Фина проехали тяжелые советские танки, которые вошли в Прагу в августе 68-го. Югославия выступила на стороне. Не Советского Союза, в отличие от других стран соцлагеря. И таким образом наш проект «Всадник и без головы» решительно накрылся. В Госкино посчитали так же. Но Владимир Вайншток отличался фантастическим упорством. Он в течение нескольких лет добивался нового разрешения на съемки. И главное, искал новых иностранных партнеров. Ему хотелось расширить географию не то чтобы съемочную, а в первую очередь прокатную. Чтобы фильм имел какое-то международное звучание. В результате поучаствовать в съемках решили кинопроизводители с «Острова свободы», как тогда называли Кубу. Когда с Кубой у нас были отношения, такие уж больно близкие. Кубинцы предложили задействовать в съемках своих звезд. Жгучую брюнетку красавицу Эслинду Нунис. И могучего Эндрике Сенте Стебана. Ты, Эль Койот, но я Исидора Коварубья. И не вздумай становиться на моем пути. Кроме них в СССР приехали еще несколько весьма фактурных артистов. Ну а кого снимать в главный ролик? Для начала мустангером Моррисом Джеральдом предложили стать Олегу Стриженову, который только что снялся в фильме «Миссия в Кабуле». По сценарию все тех же «Вайншток» и «Фина». Все, к чертям! Что случилось, Рома? Я в этой кровавой бойне не участник. Уезжаем! Стриженов от предложения отказался, заметив, что привык играть всадников с головой. Это его манера. Он с огромным чувством юмора. Я думаю, что, может быть, он в этот момент подумал, что он уже немножечко перерос эту роль. И тогда роль предложили другому Олегу – Видову. Счастливому обладателю внешних данных, не слишком характерных для советских артистов. Для советского кино он очень красив, очень благородно красив, скажем так, и очень как-то мягко красив. Нету в нем какой-то брутальности, тоже присущей советским актерам, которые исполняли какие-то героические роли. Видов тоже снимался в картине «Миссия в Кабуле». Товарищ Сказкин, у вас имеются важнейшие бумаги. Бегите, сам беги. Дип-курьер, именем республики, приказываю. Гибает такая маленькая роль, которую он играл очень отважно. Он вообще был очень отважный человек, Олег. И он без всяких дублеров там все это сыграл. С тех пор мы так как-то с ним и познакомились, и подружились. В новом фильме Вайншток хотел создать атмосферу экзотики и романтики. Олег Видов соответствовал этой задаче, как никто другой. Тут романтическая история. И Олег Видов удивительно подходил под этот типаж или образ романтического героя. Юрий Соломин, игравший вместе с Видовым в фильмах «Крик тишины» и «Летучая мышь», считает, что для режиссера имели значение и личные качества Олега. Я вас ждал с таким нетерпением. О, Господи, дай мне силы не применять силу. Что? Это был добродушный, очень душевный человек. Я хотел ему дать возможность спасти жизнь, майор. Но вот редко бывает, когда индивидуально совпадает с тем характером, с тем образом роли. К сожалению, потом не использовались эти качества, все его. Как бы то ни было, начались съемки и бесконечные приключения. Первую сцену, пожар в Брерии, должны были снимать на горном плато в Азербайджане. Брерия гореть не хотела. Пришлось вылить две цистерны керосина. Земля черна, как десятка пик. Но не быть мне капитаном Калханом, если я не отыщу дорогу даже в этом аду. Пожар потушили с большим трудом. А потом выяснили, что кони, которых собирали чуть ли не по всей стране, разбежались. Лошади вообще стали почти неразрешимой проблемой. Они должны были быть вызывающе нездешними. Я была в Чили на съемках фильма «Это сладкое слово свободы». Я впервые в жизни увидела этот желтый песок и табун с кокунов. Вот с такими светлыми хвостами, светлыми гривами черного цвета. Они летят по этому желтому песку. Это так красиво. Разумеется, таких мустангов в СССР днем с огнем не сыскать. Пришлось красить отечественным лошадкам гривы и хвосты серебряной краской. Я думаю, Ван Шток, может быть, это где-то видел или видел во сне. Или нафантазировал. Ему захотелось это же воссоздать на экране. Чтобы советские люди, которые увидят это кино, увидели какой-то другой мир. И увидели какую-то сказку, мечту. Но больше режиссера волновали, конечно, не кони, а люди. Как уживутся в кадре молодой красавец с несоветской внешностью и всемирно известная исполнительница роли Наташа Ростовой. Как не тяжел мне будет этот год, посрочивающий мое счастье. В этот срок вы поверите себе. Это ужасно. Нет, это ужасно. Ужасно. Я умру, дожидаясь года. Пригласить Наташу Ростову на роль Луизы Пайндекстера тоже было довольно смело. Вы, наверное, забыли, кто я. Я Луиза Пайндекстер. Пайндекстер. Вайншток не ошибся. Этот актерский дуэт сложился. Они так подходят друг к другу, как никто. Потому что оба голубоглазые, очень изысканные, изумительные лица, которые Бог сотворил. Очень красивые и одухотворенные. А вот с кандидатом на роль брата Луизы Генри все было гораздо сложнее. Александра Милокостова рекомендовал режиссеру сам видов. За это я ему очень благодарен, конечно. Но услышал я об этом через, не знаю сколько там, 40 лет после того, как фильм уже вышел. Юношу заметили в фильме «Адъютант его превосходительства». – Павел Андреевич. – Да. – Вы шпион? – Вот он вот такой впертый был мальчишка. Я считаю, что это из детских ролей, вот одна из лучших таких по-настоящему, для вот этого возраста. Александру, конечно, очень хотелось сыграть в советской экранизации «Майнрида». Была лишь одна, но очень серьезная проблема – мама. Она была категорически против. Мальчику нужно не на экране сверкать, а спокойно окончить школу. Пришлось пойти на хитрость. Мой старший брат в это время служил в Питере, в военно-морском флоте. Срочную службу после института. Я говорю, мам, с «Ленфильмом» позвонили, зовут там на пробы. Я говорю, поедем. Игры же там. Поведаем брата. Бесплатно. И вот так вот уговорил. Рад вас видеть, сэр. Это была великолепная выдумка. С вакелами. Борис Шерл всегда к вашим услугам. Благодарю. После азербайджанской экспедиции съемки должны были продолжиться в Крыму, у Белой Скалы. Однако планы Вайнштока сорвала группа фильма «Чиполлино», которая начала работать там немного раньше, но не уложилась в сроки. Из-за этого условия были экстремальны, даже условия жизни, потому что не удавалось разместить всех членов съемочной группы. Пришлось строить ковбойский городок по соседству в Красной Балке. А Белая Скала стала естественной декорацией. Ну, надо сказать, я бы удивлен тем, что Вайншток их не выгнал, потому что он бы вполне мог срыть гору, выгнать Чиполлина. Это было абсолютно в его силах. Еще одной проблемой стал крымский ландшафт. Он не очень походил на выжженные солнцем земли Дикого Запада. По заданию операторов, растительность где-то подкрашивали, а где-то вырывались корнем. Аркадий Кольцатов, он снимал очень красиво. Вот здесь тут дымочку добавьте. А вот сюда вот хорошо было, куст фиолетовый. А где же его взять? Ну, найди. А где взять в Крыму столько темнокожих статистов, которые должны были изображать рабов в массовых сценах? Гримировать местных жителей не вариант. На это уходило бы слишком много времени. Везти массовку с Кубы дорого. К счастью, в Симферополе тогда училось много кубинских студентов. Опять же, тут сработал на производственной гении Вайнштока, ну, потому что это недорогая рабочая сила и расположенная поблизости. Вестерн – это скачки, погони и опасности на каждом шагу. Особенно для актеров, которые любят все делать в кадре самостоятельно, без помощи каскадеров. Именно таким был Олег Видов. Это все говорили, что это все делал сам. Но он это умел, любил, понимаете. Потом он сам был очень спортивен. Стойте! Это мое дело. Я помню эпизод, когда по какой-то причине или каскадер травмирован был, но Олег на полном скаку вскакивал в седло. И это было очень все убедительно, легко и вообще просто великолепно. Я скажу по секрету, я попробовал, у меня ничего не получилось. Приходилось скакать на лошади и Людмиле Савельевой. Это был действительно опасный трюк. Думаю, что это всегда опасно. Я тоже кое-что попробовала. Ничего хорошего из этого не вышло. У меня ослабли коленки, я так думаю. И грохнулось прямо на копчик и его сломал. А Савельева к тому же скакала в дамском седле, которое наездники называют Амазонкой. Особенно эффектно это выглядело, когда герои уходили от табуна мустангов, готовых растоптать их. Мисс Бойбекстер, бросайте храбчатую! Мой конь перенесет нас обоих! Луна мне слишком дорога! Ну, вы знаете, смотреть-то на это страшно. Просто, когда они там во весь опор несутся, а Людмила еще и сидела, седло Амазонка было, платье там, шляпа это, и во весь опор. Мне даже на экране я смотрел, страшно было. Ну, теперь мы поговорим с ними всерьез. Вы сумасшедший, сэр! А вы отважный, мисс! Вообще вся эта сцена, когда их преследуют, все очень красиво. Надо сказать, с такой сценой снять, это даже по нынешним временам это не так все просто. Кстати, прекрасную крабчатую лошадь Савельевой тоже красили. Господа, посмотрите на это чудо! Мистер Жерл, продайте мне вашу лошадь! Я хочу, чтобы она была моей! Если вы набросите на нее ласса и сами отведете в конюшню, она будет слушаться только вас. Зато у Ивана Петрова кобыла была самого, что ни на есть, натурального окраса. И купили ее не на дальнем элитном конном заводе. А в местном колхозе. Окраска, как у коровы, пятнистая такая, бедная. Она низкорослая. Чтобы подчеркнуть, он, Иван Иванович, был высокого роста, такой под 2 метра, большой очень. И весил немало. Сегодня мы не берем дичь, масса стану. Вот глупый парень. Разве Стамп за этим приехал? Даже голодный волк потеряет охоту к еде, когда такое творится на свете. Все удивлялись, почему Вайншток пригласил на роль следопыта Зеба Стампа Ивана Петрова, певца Большого театра, дважды лауреата Сталинской премии, который никогда не снимался в кино. Вайншток, как всегда, исходил из каких-то прагматических своих соображений. Один из ведущих артистов Большого театра, ну, мог привлечь себе внимание там искушенной публики, да, где-нибудь на Западе. Зеб Стамп не потерпит подлости, хотя бы и в прериях Техаса. С народным артистом, который играл опытного следопыта, тоже чуть было не случилась беда. Когда ему сказали, Иван Иванович, надо вот на лошадке проехать. Он говорит, ну, никак, ну, там вот видно лицо, и никак вот кроме вас, значит, ну, надо. Когда он к этой лошади подошел, она на него как взглянула, знаете, как на небоскреб, который вот рядом. И поняла, что жить ей осталось недолго. Ну, старушка, потерпи немного. Ты можешь спорить со мной сколько угодно, но я тебе говорю, не будь я Зеб Стамп, если мы не отыщем с тобой этого дьявола. Эй, да вот он! На эту лошадку он сел, и она, милая, аж вот так вот прогнулась. И без всякой команды, и быстрее, 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 все ускоряя, значит, чтобы побыстрее выполнить эту задачу. Смотрел, так, вот, 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 клонится, клонится, клон, 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 и падает. А там, между прочим, там и камушки, и приличные. Обошлось без жертв. Не пострадали ни знаменитый бас, ни лошадка. От второго дубля певец категорически отказывался. Умная лошадь тоже упиралась, но режиссер настаивал. Все опять повторилось до мельчайших подробностей. Опять она бегом, опять падение, и опять все, слава богу, артист цел, лошадка жива. Проблему не оставляли съемочную группу и после переезда на Кубу. На этот раз на волосок от гибели оказался Олег Видов. Его лошадь понесла. Актеру никак не удавалось с ней совладать. Скакун летел прямиком на огромный кактус. Только благодаря прекрасной физической подготовке Видова удалось избежать серьезной травмы. Ну а тут возникла следующая проблема. Как снять, собственно, всадника без головы? Плюс к этому, как управлять лошадью без уздечки и поводьев? Позже ходили легенды, что наездницей стала карлица или ребенок. На самом деле в седле оказалась девушка, тренер с Раменского конного завода. Она невысокого роста, мне вот по плечу примерно. И на нее одевали такой каркас, отверстие для глаз, соответственно, и управляла она конем, ногами. Ну, она профессионал. Я стреляю! Ну, она профессионал. Я стреляю! Если ты дьявол, тебе это не повредит. Наконец, пятилетняя эпопея подготовки и съемок вестерна завершилась. Фильм вышел на экраны и не произвел никакого впечатления на кинокритиков. Но не зря Вайншток доказывал на каждом углу, что эта картина окажется бомбой. И, надо сказать, он не ошибся, потому что «Всадник без головы» поставил абсолютный рекорд года. Успех сопутствовал ленте и в кубинском кинопрокате. Софт-экспорт-фильм вообще немало заработал на «Всаднике». И, входя в софт-экспорт-фильм, все стены были в афишах фильмов на иностранном языке написанных. Так вот, «Всадник без головы» был без конца на всех. О чем это говорит? Что эту картину покупали разные страны? А в СССР поклонницы раскупали фотографии Олега Видова, которые продавались в каждом киоске «Союзпечатель». Прогремел тогда всадник, но это для нас всех было, и для артистов. Ух ты какой парень! И ничего ты не делаешь, и все девчонки влюблялись в него. Несмотря на то, что фильмография Видова насчитывает около 60 киноработ, именно роль Морриса Джералда стала для него главной. Ну, а если я в беде и позову, не придете? Был бы счастлив, если бы этого не случилось. Мистер Джералд! Мисс Пайндекстер. Не будет преувеличением сказать, что во многом зрительский успех фильму обеспечил именно Видов. Он же оказался и его могильщиком. В середине 80-х, когда актер покинул СССР, фильм немедленно запретили. Сожалею, но мне придется оставить вас. Я спешу. Всадник без головы вернулся на экраны только после распада СССР. А спустя еще четверть века Олег Видов задумался о продолжении фильма. Он не так задолго до смерти Олега он мне звонил. В конце он сказал, знаешь, что я хочу? Хочу снять предложение «Ссадника» за голову. Но этого не случилось. Через год его не стало. Удивительно, но этот фильм, старомодный и весьма наивный, как, впрочем, и почти все вестерны, смотрят и любят сегодня. Чем же он так цепляет? Это как раз кино, которого сейчас может не хватать, про людей предельно искренних, предельно чувственных, вот, готовых к подвигам, готовых к каким-то даже роковым страстям. Если вам доведется приехать в Техас, побывайте в Кассе Дель Коро. Там вы, наверное, услышите обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Она вызывает грустные воспоминания у хозяев Асьенды. Это повесть о всаднике без головы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok